Почти 4000 рублей собрали благодаря акции «Запрошаем смачно есть». Благотворительный марафон традиционно проводится во время празднования Дня города. Посетители оставляли символическую плату за каждое блюдо. В лидерах оказались красный пищевик, бобруйский мясокомбинат, фондок. Деньги направят в городской центр коррекционно развивающего обучение и реабилитации. 10 июля в Бобруйске пройдет электронная ярмарка вакансий. С 10 до 12 соискатели смогут онлайн ознакомиться с предложенными вариантами, условиями труда, а также направить резюме и получить электронную консультацию. Активно формируются группы по переквалификации населения. В городе требуются водители погрузчика, троллейбуса и автобуса, повара, кладовщики и другие. С подробным перечнем можно ознакомиться на сайте горисполкома. Бобруйский городской исполнительный комитет информирует о наличии свободных жилых помещений арендного пользования. Прием заявлений по 12 июля включительно по адресу улица Ленина 1, кабинеты 101-102. С подробным перечнем можно ознакомиться на сайте горисполкома. На реставрацию Бобруйской крепости можно пожертвовать через QR-код. Памятник истории и архитектуры первой половины XIX века – один из центральных монументов города. С течением времени и под влиянием природных условий часть оборонительных сооружений претерпела губительные изменения и требует немедленного проведения работ по их ремонту, реконструкции и консервации. Более подробную информацию можно узнать на городском портале boberlife.by. В Бобруйске ко Дню независимости подготовлена программа праздничных мероприятий. После возложения цветов и митинга на площади Победы гостей и жителей города ожидают работа торговых рядов, тематических и игровых площадок, выставок, ярмарок, декоративно-прикладного искусства. Также все желающие смогут насладиться концертом, принять участие в акции «Споем гимн вместе» и посмотреть на салют.